Сегодня я хочу поговорить о фильме «Время», о том времени, которое вышло в 2021 году, американский фильм М. Найта Шьяма Лана. Не стоит путать эту картину с другими разнообразными временами. Название довольно-таки оказывается популярное среди кинематографистов. Нет, вот мы поговорим именно о фильме Шьяма Лана. Известный всему миру автор, прославившийся в 90-е годы своим шестым чувством. Им дали эту репутацию своего такого мастера фильмов с подковыркой, с неожиданным сюжетом, с неожиданным развитием сюжета. А сперва эту репутацию поддерживавший, потом внезапно ее потерявший, а вот в последние годы пытающийся ее как бы снова, вот эту репутацию поднять и укрепить. Ну, то есть Шьяма Лан вообще режиссер вот с такой как бы примечательной очень фильмографией и вообще с интересной такой судьбой режиссерской, о которой можно особо отдельно поговорить. И время в этом отношении отличается от прочих его картин, наверное, в первую очередь тем, что это сюжет, придуманный не самим Шьяма Ланом уже. И вот, то есть как раз, что уже, может быть, каким-то образом, ну, не свидетельствует о том, что вот, ну, вот уже его лучшие годы прошли. Тут все-таки он как раз позиционировал себя вот как вот такой именно сам мастер каких-то таких придумок. Вот в данном случае это экранизация уже существовавшего графического романа, при том, что Шьяма Лан даже отмечает, что этот роман подарили ему дочке на день рождения. Какой замечательный подарок, ведь дети знали, чем порадовать папу, то есть дали ему, в общем, сюжет для нового фильма. И, в общем, сюжет такой весьма примечательный. И, собственно, наверное, действительно в духе, в духе Шьяма Лана, вот, с такой же вот неожиданной подковыркой в сюжете, ну, в этом отношении, то есть, действительно, оригинальное вот литературное произведение, оно нашло, вот, как бы, наверное, идеального или наиболее, во всяком случае, подходящего ему режиссера. Вот так бывает, вот они, как бы, такие чудеса и такие вот находки в мире искусства, порадуемся за это. О чем же фильм, если вдруг вы его не смотрели, он рассказывает о том, как, ну, ряд людей в центре семья, муж, жена, их дети, и семейная лодка вот дала трещину, и она, как бы, вроде как, дается нам намек на то, что, ну, и даже не намек, а жирно прямо это подчеркивается, что, вполне возможно, вскоре предстоит развод. Вот они приезжают в некий санаторий, вместе с другими людьми едут на некий пляж провести время, отдохнуть, и вдруг понимают, во-первых, что не могут с этого пляжа выбраться, а второе, и что наиболее страшное, что они вдруг начинают резко стареть. То есть, маленькие дети, ну, которые действительно были маленькими детьми, вдруг за считанные часы вырастают и становятся такими уже подростками, вот, а взрослые люди, соответственно, они стареют, да, и, ну, в общем, в зависимости от возраста довольно-таки быстро вдруг неожиданно умирают, причем умирают уже от старости. То есть, это пляж, где время не то, что убыстрено, оно убыстрено какие-то такие разы, и в десятки раз, то есть, за считанные часы проходят вот буквально-таки годы, то есть, вот такое фантастическое допущение, которое вот мы должны вместе с героями принять, вот, как бы в него поверить, а героям, соответственно, надо как-то понять, а что же делать, как же с этим быть, и, действительно, просто принять и смириться, или попробовать из этой истории выбраться. Для зрителей еще отдельная, в общем, конечно, загадка, а вообще, что это происходит, и найдет ли вот Шьема Ланна, ну, вместе с авторами вот этого графического романа, который лег в основу этого фильма, найдет ли он какое-то разумное объяснение, ну, то есть, в общем, по всему происходящему, то есть, хотя бы не разумное, а логическое объяснение, чтобы мы, зрители, всему этому поверили. И тут надо сказать, что, конечно, это разгадка этого фильма, она довольно-таки, ну, любопытная, ну, скажем, любопытная, не то слово, она, скажем так, ну, действительно логическая, логичная, да, то, что она, вот, ну, я ведь теряюсь уже просто потому, что я, конечно, хотел бы сразу вам сказать, чем все дело кончится, но вдруг вы фильмы не смотрели, и, соответственно, потом вас вот это расстроит, потому что, конечно, хотелось бы, ну, вот такого рода фильма смотреть вот, ну, как бы чистым взглядом, не знаю, чем там все дело закончится, потому что вот все-таки как раз Шлем Иванова вот создал в себе репутацию, пусть он потом ее и подразрушил, но все равно, как бы, вот в нашей памяти, как режиссер такой вот, предпочитающий фильмы с необычными поворотами, поэтому все равно вот, как бы, и хочется, но сказать, ну, прям силком закрываешь себе рот, и вот пытаешься найти слова, чтобы сказать именно о том, что тут, да, природа этого пляжа, этого места, скажем так, давайте вот на этом остановлюсь, она нам не будет объяснена, то есть, действительно, мы просто должны принять, наверное, что такое место существует, ну, вот, как бы, где-то там, что, ну, вот пусть оно будет, но очень интересно то, как бы, зачем вообще эти герои на этом пляже оказались, вот это, это, конечно, здесь обыграно очень интересно, то есть, что, какая миссия, какая миссия всей этой истории, она, конечно, с одной стороны, такая жутковатая, ну, да, то есть, это такой эксперимент над людьми, вот, пусть, как бы, его, те люди, которые экспериментируют над ними, они себя и оправдывают тем, что, как бы, убивая этих людей, они, ну, спасают жизни других, ну, то есть, это объяснение здесь все есть, кого-то оно удовлетворит, кого-то, наоборот, ужаснет, но, ну, вот, тем не менее, как бы, вот, какие-то, с точки зрения логики, да, здесь вот одно к другому, как мне показалось, сведено, и это можно вполне принять на веру, то есть, если ты вообще готов принимать на веру подобного рода сюжеты, и, конечно, говоря о режиссере, ну, о режиссерских каких-то составляющих этого фильма, тут, ну, уже, чтобы просто отойти от сюжета, ну, хочется, наверное, сказать, что все-таки, учитывая, ну, какие-то все естественного рода ограничения, ну, хотя бы ограничения в плане места, да, то есть, это вот герои приехали на пляж, и они на этом, все, они вот здесь уже и остаются, и никуда не могут из него выйти, то есть, тут все-таки режиссер, картина, он, ну, делает все, что может, пытается как-то и, ну, разнообразить как-то вот движение камеры, что называется, и, может быть, вот, ну, не вполне, не во всем он, как бы, достигает, ну, какой-то такого успеха, с точки зрения, что мы все равно думаем, что вот, ну, тут, может быть, он мог бы вот продвинуться дальше, но тут, наверное, его уже сковывает, собственно, и сюжет, закрепленный вот в этом графическом романе, который он взял за основу, вот, ну, любопытнее всего здесь, конечно, то, какую роль выбирает Шхемалан, вот, собственно, для самого себя, он, он и раньше появлялся в кадре своих картин, но вот здесь, конечно, роль особая, такая наглядная, он играет вот того водителя, который этих героев привозит, собственно, вот на пляж, и, ну, да, роль, безусловно, выбрана символичная, то есть, конечно, этого персонажа мог сыграть вообще кто угодно, но в данном случае, конечно, мы видим в этом вот такую тоже авторскую игру, игру режиссера, который вот привозит своих персонажей куда-то, оставляет их там и, ну, вот, обрекает их вот на некое там, ну, дальнейшее путешествие, скажем так, на некое, на некоторую вот какую-то вот судьбу, рассказанную именно в этом фильме. Ну, тоже такой вот проводник такой, что называется, ну, условный Харон, вот, и, ну, тут, конечно, Шхемалан, ну, ну, не без, как бы, улыбки, не без иронии в этой роли выступает. Конечно, подобного рода сюжет, ну, вот, с уже отмеченными ограничениями, не мог бы, наверное, в полной мере сработать без актеров. Конечно, для привлечения вот нашего зрительского внимания тут нужны яркие лица, и это все-таки Гаэль Гарсиеви Аберналь, ну, прекрасный актер с замечательной фильмографией, и меня вот все время, вот лично меня, мое такое зрительское ощущение вот все время поражает, как он, как он вырос, вырос вот именно вот как бы даже внешне, то есть я его, я вот себя поймал на мысли, что я его очень часто вот в ролях последнего времени, во взрослых его ролях, я не узнаю просто-напросто вот того Берналя, которого мы помним совсем мальчиком, юношей, совсем молодым человеком, что, конечно, за 20 лет вот как-то, ну, даже, мне кажется, вот очень изменился даже, но я не говорю сейчас про манеру игры, про какую-то, про внешность, что мне вот в этом Бернале узнать вот прошло Бернале довольно-таки трудно, но вот опять же, это лично мое ощущение, в любом случае, это никак не отменяет какой-то симпатии к этому артисту, тут еще играет Вики Крипс, которая очень сейчас в последние годы, ну, весьма популярна, ну, благодаря, в первую очередь, «Призрачной нити» Пола Томаса Андерсона, где она сыграла главную роль, сейчас вот, уже после фильма «Время» вышел фильм о Корсаже, о котором тоже необходимо будет поговорить как-нибудь отдельно, ну, то есть, вот это такая очень интересная актриса, которая проявляет себя особо ярко именно в последние годы, ну, и вот «Время» становится тоже такой весьма, ну, любопытной, заметной строчкой в ее фильмографии. Руфус Юэл тут тоже играет актер, который, ну, наверное, не часто, не так часто, может быть, как мог бы появляется именно в таких ярких, заметных кинопроектах. Вот, отдельно стоит отметить, допустим, Томасин Маккензи, тоже юная звездочка, ну, уже в буквальном смысле юная звездочка, молодая девушка, у которой уже несколько таких замечательных ролей, в частности, главная роль в фильме «Кролик Джо Джо», ну, который, ну, те, кто видел, тот понимает, о чем я говорю, то есть, это особая совершенно картина в мировом кинорепертуаре последних лет, вот, и вот тоже, вот, очередная роль, она, ну, позволяет говорить о том, что просто, ну, действительно, актриса как-то растет, пробует себя в разного рода проектах, и что-то у нее действительно получается, ну, в общем, и далее, и далее, то есть, чтобы не уходить просто в простое перечисление актеров, скажу, скажем так, вот о том, что вот я этот фильм посмотрел, ну, уже какое-то время назад, даже, я думаю, уже прошел год, но, тем не менее, вот, если какие-то детали уже, может быть, уплыли из памяти, но вот общее ощущение, оно вот таково, что пусть я не скажу, что послевкусие от этого фильма, ну, оно абсолютно безупречное, ну, скорее, так, ты вот, когда фильм посмотрел, ты думаешь, ну, вот, ну, такой пустячок, да, вот, но, тем не менее, все-таки далеко не от каждого фильма спустя год вот остается, ну, вот такое ощущение, ну, что, быть может, все-таки, вот, просмотр этого фильма, это все было, вот, не зря, как бы, да, что все-таки, что-то, что-то, какой-то нерв режиссер здесь задевает, действительно, вот такая, как бы, вот то, как он обходится со своими героями, со своими персонажами, вот, как-то так, ну, обижает, можно сказать, вот его безжалостность вот эта, так что вполне возможно, то есть, вот, если говорить о фильмах, которые основаны на некой идее, не о по обычных картинах, которые, вот, ну, повествуют о нашей с вами реальности, а в центре которых, вот, есть какой-то вот такой, какая некая придумка, и, значит, дальше уже сценарист и режиссер, и актер как-то вот эту придумку развивает, то, на самом деле, вот это, аж ямалановское время, оно, ну, вполне удачно, мне кажется, эту придумку развивает, может быть, не на каком-то, не на совсем высоком таком уровне, но, вот, хотя бы на уровне такого фильма на вечер, ну, вполне, почему бы и нет, и этот фильм имеет, ну, как бы, все основания вам в итоге запомнятся.